Привет, дамы и господа, мы с Алис Рихи. Сегодня мы рассмотрим две новые акции в этой классной игре, которые нам грядут. Вот прям лезут, тащатся. Две секунды. Так, и вот тыква Хэллоуин. Ждем, во-первых, патча 6.09, в котором уберут подтверждение двойной вот этой продажи. Когда вы продаете пятизвездочную руну, либо выше, у вас вылазит второе подтверждение. Вы точно уверены продать? Бесит. Тыква на Хэллоуин. Особо с картинкой они не парились, я вижу. Выполняйте миссии для получения тыкв, собирайте тыквы, чтобы получить различные награды. Период акции с 23 октября, с 5 часов утра стандартно начинается, по 15 ноября. То есть трехнедельная акция. Подробности акции, часть первая. Она будет делиться там на три части, насколько помню. Ежедневно получаете до трех тыкв за выполнение миссий Эфрита и до двух тыкв за выполнение миссий Вампира. То есть у вас, скажем так, оно будет разделено на две части. Три в одной части и две во второй. По сути дела все вот эти задания можете делать параллельно и вы в любом случае легко их выполните. Как это наверняка будет, как мне кажется, раз они здесь записали, расписали сколько раз, зайти в сценарий 15, 30, 50 раз. Зайти в подземелье 15, 30, 50 раз. Потустороннее подземелье, дыру измерений. К примеру, вы можете зайти в Кайрос 30, 50 раз. Вы сразу сделаете три задания. Вот и все. Я так это понимаю. Мне это так кажется. Да, наверняка так оно и будет работать. То есть вам не нужно будет три вот этих задания полностью выполнять, чтобы получить три тыквы. А может это не так будет работать, я пока не знаю. Но мне кажется, достаточно будет зайти в Кайрос 50 раз. Если вы там не новичок, ну может вы если новичок, то в сценарии покачайте корм. Как пример, миссии вампира. Здесь пвпшные миссии, то есть зайти на арену 5, 10 раз. Мне кажется, 10 раз зашел на арену, вот тебе дали две тыквы. Потому что ты выполнил одно задание за 5 и второе за 10. Но я точно не знаю, как это будет работать. Либо надо будет полностью выполнять, либо вот эти вот части задания, они и так засчитаются как за одну часть тыквы. Будем смотреть. Если первый вариант будет идеально, достаточно быстро будут выполняться эти все задания. За эти тыквы, за три тыквы и фрита, вы будете получать 100 единиц энергии. За две тыквы вампира вы будете получать 150 маны. Хм, какое совпадение. Мы и так сейчас каждый день получаем то же самое. Тоже 100 единиц энергии, 150 тысяч маны. Ком-то вас вообще не парились в этом плане. Да, акция просто на коленке запилена. Вторая часть. Получайте дополнительные тыквы за выполнение бонусных миссий в течение периода акции. Бонусная миссия. Первая. Призывать истинного 3 звезды монстра. То есть 3 звезды и выше. 2 звезды и вейкнутые. Не прокатит. 5 раз. Доступно для получения до 20 тыкв. То есть 20 тыкв вы можете еще получить с помощью открытия газет, свитков, других разнообразных миссий и прочее. Скрафтить руны 5, 10, либо 20 раз. Доступно для получения до 4 тыкв. И бонусная миссия. Третья. Усилить руну или артефакт 20, 50, 100, 150, 200 раз. Ну грубо говоря, если вы артефакт поставите там 2 артефакта серых точить до плюс 15, за пару копеек вам это обойдется. То вот вы и сделаете задание. Очень легко и дешево. То есть это идеально. То есть советую на артефактах сделать именно это задание. Ну если вы точите руны и вам нужно, то конечно вы так сделаете. Призывы с помощью фрагментов свитка не засчитываются. Часть третья. Тут вы можете обменивать. На что обменивать уже решайте сами. Не будем затягивать. Что вам важнее. Где-то, скажем так, неадекватные обмены я их оглашу. То есть то, что явно не стоит того. А дальше там энергии, либо маны. Это вечная проблема. Меняйте, делайте что хотите. То есть когда вы получите 10 тыкв. Чуть бы в первый день вы можете чуть бы не 50 и 100 тыкв получить. Если запариться. Если вы спешите. Ну вы успеете сделать акцию. Не парьтесь. За 10 тыкв вы можете получить либо 300 тысяч маны, либо 100 единиц энергии. Что выбирать, выбирайте сами. Так, за 20. 75 камней, либо 2 твоих таинственных свитков. Это плюс-минус, мне кажется, одно и то же. 500 тысяч маны, либо 150 энергии. Почему не 450, да? Типа бонусных 50. Так, здесь 150 камней, либо 150 кристаллов. 4 четырехзвездочных радужных ангелмона и 25 древних камней. Или 1 пятизвездочный. Но здесь кумтуасы жестко проебались. Конечно, все должны взять одного пятизвездочного. Но только лохи возьмут четырехзвездочную вот эту дичь. Вот, типа, и потратят ману дополнительно на перевод же все вот это. Вот, когда ты пельмени переводишь, тоже ж мана тратится. Типа, здесь кумтуасы должны были дать 5 тогда, один еще бонусный. Вот тогда это был бы равноценный обмен. Здесь, конечно, мне кажется, самые умные, наверное, ребята, возьмут 5-звездочного пельменя. Конечно, иногда не хватает 4-звездочного корма, дабы перевести кого-то на 5. Но их всегда проще добыть. Их всегда проще добыть, чем 5-звездочного пельменя. Его сейчас не так легко добыть. Вот мне сегодня выпал на этом аккаунте новичка, вот на этом я сейчас вам покажу, который я развиваю. Выпал 5-звездочный пельмен с рулетки, но мне фартануло. Да, в гильдии можно купить раз там в день. За переводы какие-то дают, но все-таки они не падают вам с Кайроса. Древний шлифовальный камень. Легендарный класс, либо древний камень. Легендарный. То есть, либо шлифовалку, либо... Ну, тут не знаю, что вам важнее. Я, конечно, буду выбирать, наверное, смену. Так как она всегда дороже, чем просто проточка. Что лучше выбрать? 7-10 скорости на смену? Или 4-5 на проточку? Я выберу смену. Ну, типа... Корректировка руны всегда задороже. И она реже падает, чем проточка. Бабки не ходи. Ну, найдутся лохи, которые здесь лоханутся. Один свиток света тьмы, либо половину легендарки. Буй там плавал, не знаю. Здесь. Один увеличитель опыта или пельмени. Один красный, голубой, золотой. Почему не огонь, вода, ветер, свет, тьма? Белый и темный ангелмон. Странно как-то, да? Че они тут решили написать? Красный, голубой, золотой. Золотой, белый, темный. Не знаю. Че они так решили написать? Фиг его знают. Ну, типа, что вам нужнее? Или увеличитель опыта, или пельмени. Наверное, трудности перевода, да? Здесь они написали не или, а ор, блять. Ор. И тут, и тут. Видимо, так делали таблицу классно. Так, три трехзвездочных радужных пельменей первого уровня, либо один четырехзвездочный. Ну, здесь, по сути дела, те же яйца, только в профиль. Ага. Так, здесь сто символов гармонии, превосходства, хаоса, то есть на крафт, или 150 кристаллов. Ну, надеюсь, комментировать не надо, да? Так, три свитка стихий, или четыре таинственных свитка. Я за количество, я бы взял четыре мистика. Вот и все. Один купон пробуждения, или один суперангел мон? Чатик, напомните, один купон пробуждения, ты можешь любого монстра пробудить, да? Или один суперангел мон? Знаете, я буду руководствоваться ленивой своей жопой. Я лучше возьму суперангел мон, переведу какого-то саппорта на шесть звезд, и сразу ебану ему 40 уровней, чем буду сидеть его качать 4 часа в локации. А эссенции у меня и так до звезды, то есть я переведу любого монстра. Тут уже зависит от того, на каком этапе вы находитесь в развитии, что вам важнее, наверное. Ну, я ленивая жопа, я возьму суперангел мона в жопу этот купон пробуждения. Если бы там был бы купон не пробуждения, а вот этот купон, который переводит любого вашего монстра на шесть звезд и делает его первого уровня. То есть выгоднее всего потратить на какую-то тройку, либо четверку, и сразу мгновенно сделать моба шесть звезд. Вот если бы такой свиток давали, ооо, я бы взял его. Потому что рано или поздно могут апнуть какую-то тройку, либо четверку, и ты ее хочешь быстро сделать шесть звезд. Фига-ка этот свиток. Готово. Запрет на эволюцию, да, он называется? Вот. Но проблема в том, что, смотрите, суперангел мона. Вы возьмете и кинете на склад, а купон пробуждения будет у вас 7 дней висеть. Ну, может 99. Но сам факт. Эта херня у вас может годами лежать на складе, а эта дичь у вас рано или поздно пропадет, если вы ее не готовы потратить. Тоже делайте выводы. Сечете, да? Почему они не сделали так, чтобы эти купоны и всякое можно было там куда-то спрятать их там? Ну, чтобы они были вечные, не знаю. Так, здесь на выбор. Одна шестизвездочная легендарная руна, либо два камня перековки. Хм. Ну, новичку однозначно руна. Хотя, не знаю, будет ли там выбор или полный рандом. Если полный рандом, я уже лучше выберу два камня перековки. Я, по крайней мере, буду рандомить ту руну, которую я хочу. Вот. Тут нужно смотреть. Я не знаю, как здесь будет с руной. Я не Ванга. Так, Дьявол Мон или 50 фрагментов легендарного свитка. Ну, тут, думаю, тоже, да? Как бы, понятно, что большинство выберут. Нам дадут награду вот такая вот, да, фон профиля. То есть, вот такая вот картинка вместе с вашими персонажами и прочими. То есть, у вас изменится фон профиля очередной. Я так понимаю, смотрите, здесь будут стоять три персонажа, мне так кажется. Здесь ваш основной. А Ирин, возможно, кинут или на эту тыкву, она рядом будет стоять. А тот питомец, наверное, будет стоять вот здесь, не удивлюсь. Хотя, теоретически, они могут сделать как? Я считаю, что так было вообще круто. А Ирин со своим питомцем стоят вот здесь. Главный персонаж вот здесь. А три персонажа, которых вы вставляете, они слева обычно поставили бы вот одного сюда, одного сюда и вот сюда. Эпично было бы поставить сюда вампира в новом костюме. Как раз он будет как на картинке, который стучится в дверь. Но, увидите, они сделают не так. Так, к бабке не ходи. Но, опять же, это просто фон, он ничего не дает. Так, и переходим к следующей акции. Акция зашибись. Особо париться, я надеюсь, не надо будет насчет этой акции. И приятные бонусы. Много приятных бонусов. Там уже решайте. Тем более, есть выбор. Выбор это всегда хорошо. Так, сюрприз. Тайный зал Хэллоуина. Я что говорил? Каждые два года. Я это, в принципе, каждые два года спойлерю. Я говорю, что каждые два года они на Хэллоуин открывают СДшку на вот это вот бесполезное говно. Они бесполезны, эти мобы, просто для коллекции. Эти мобы у меня уже почти 6 лет валяются. Вот как раз, да, 6 лет. Я почти играю в эту игру. Или уже играю. Сколько я там играю? 5,5 лет. Не, я уже 2. Это уже 3 я застану или 2. О, первые два года они подряд вводили. В общем, не суть. Короче, они вот по расписанию каждый день, грубо говоря, будет открываться какой-то зал на сутки. Я так понимаю, привидение тьма однозвездочный и нугами тьмы. Вот это прям зашибись. Плохо, что всего лишь на сутки. Его бы на дня 3 и нугами тьмы нужен всем. А теперь еще и раз вы икаросов качаете на 12-го дракона. Если что, я обновил гайд. Вот, вот так вот он выглядит. 12-й дракон. Вот сейчас вам покажу, видно? Вот 12-й дракон за 35 секунд. Тут абсолютно полная инфа, таблица, сколько нужно защиты, какие нужны артефакты, какие костюмы. Что максимально повлияет на успешность, не на успешность прохождения, а на время прохождения дракона. Пачка и так 100% будет. То есть, вот посмотрите мой гайд. Здесь абсолютно полная инфа по 12-му дракону. Если будет еще что-то новое, я добавлю. Но вряд ли в ближайшие несколько месяцев, если они улучшат как-то этих икаросов, появится новая инфа. То есть, пока что это прям финальная, ультимативная инфа. Поэтому инугами тьмы, это прям красота. Это лучшая штука, амтуасы заделали. Красотища. Лягушка тьмы. Сеятель, цветок, сюрприз. Ниша элементаль, понятно, мимик. Ковбойша. Вот ковбойша и инугами, это прям вот знаете, вот то, что доктор прописал. Идеально. Я сам себе инугами пофармлю штук. Так 20, наверное, надо будет выформить мне или больше. Но на будущее мне все равно еще инугами делать темному фулл скилл. Мне делать ветреному инугами фулл скилл. И вроде бы все. Водяным мне уже хватает. Так что как-то так. Кому-то впадло огненных на вулкане выфармливать. Он себе сделает этих темных и все. Тоже есть вариант такой. Все остальное это просто мусор, понимаете, да? То есть от них никакого толка нет. Вот для однозвездочного нужно всего лишь зайти, грубо говоря, 2,5 раза. Для двухзвездочного 20. Я не знаю, зачем фармить их много. По одной штучке себе можете сделать и забить, если они вам вообще нужны. Это мусор, который не рекомендую вам даже открывать. Да, и держать ее в инвентаре. Вы можете, правда, открыть. Их пробудить нельзя. Дабы они вам пополнили коллекцию ваших персонажей, если вам это очень важно. Я ни разу не коллекционер. В этой игре мне не важно количество там. То есть я не спешу добить 1230 мобов. Плевать на это. Но то, что инугами есть и ковбойша, это прям вообще спойлер. Вам нужны будут 3 ковбойши. Одна на гидру, другая везде. Третья на 12 гиганта и на стальную крепость. То есть 3 ковбойша, фулл скилл, вся хуйня по-разному одеты. У кого-то даже 4 ковбойши. Четвертую ковбойшу. Я не помню, куда они там ее специально ставили. Не помню, куда. У меня 3 ковбойши. Мне хватает как раз самое то. Поэтому на 3 ковбойши. А, ну и четвертая ковбойша, если считать еще гексограмм. Но это и так понятно, адекватно. Поэтому сделайте себе кучу ковбойши. Зафульте себе скиллы. Я думаю, за сутки 100% SD-шки. Вам не нужно, не будет никого там добавлять в друзья. Искать в чатике SD-шку. Ага, с 31 октября. Это какой день недели? Смотрите, с 31 на 1 ноября. Если кто-то даже в SD-шку выбьет. Если кто-то SD-шку выбьет. Впервые, наверное, никто не будет писать. Пожалуйста, добавь меня на ковбойшу. Как совпало, да? Ну да, всем будет пофиг. У всех и так будет ковбойша. Кумтуасы, вот молодцы. Им бы почаще делать вот такие вот SD-шки. То есть это must-have SD-шки, которые прям ищут. Ищут все. И они всегда нужны. Кроме вот этого вот мусора. Нет, то есть красавчики. Молодцы. Приятненько, да. Я когда увидел картинку, что здесь ковбойша и инугами. Я подумал, что они их просто туда докинули. От фонаря. Потом такой смотрю. Че? Инугами добавили? Ковбойшу добавили? Ооо. Неплохо. Ну это типа две основные SD-шки, LD-шные. Которые прям нужны must-have всем. От новичка до... Ну, до прохаванного чувачка. Вот такая вот была полезная инфа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите за развитием этого аккаунта. Вот я начал аккаунт развивать. Аккаунт буквально часа полтора, наверное, этому аккаунту времени. Вот он уже девятого левела. Чатик мне подсказывает. Помогает, как правильно раскачать аккаунт. Задача на этом аккаунте, как обычно, за семь дней. Около того, плюс-минус, заформить десятого гиганта. То есть построить на него полноценную фармящую пачку. Будет это восемь дней, девять или шесть. Я думаю, небольшая будет разница. Короче, задача тут максимально простая. Фармим локации. Пока что проходим локи с помощью друзей. Вот в гильдию меня добавили. Спасибо огромнейшее. И с гильдией. Плюс вот эта акция, которая сейчас есть. То есть сто вот этих частей древних монет на Айрин будет получить... Ой, на Айрин. На Фран будет получить очень легко. И Фран можно будет купить впервые за сто монет. И мне не надо будет с гильдией собирать восемьсот монет. А все, что с гильдией я насобираю на это время, я куплю себе кошку водяную, если она мне не выпадет со свитков. И остальное потрачу на амазонку. Я не помню сколько. По-моему, сто монет нужно, да, на десять частей, ребят? По-моему, по сто монет, да, нужно на кошку? Подскажите. То есть те же восемьсот медалей я потрачу в этой ситуации не на Фран, как раньше, а на два нужных персонажа. А если еще и кто-то мне из этих мавов выпадет, то будет прям вообще... Цветки, которые сбоку даются, блеска работает, нет? По-моему, нет. А ну сейчас посмотрим. О, сейчас затестим, кстати. Я же блеску сейчас могу забрать, правильно? Бонусы вот эти. Еще же есть тут пак? Сейчас посмотрим. Сейчас заценим, сейчас посмотрим. Сейчас я заберу, я, по-моему, не забирал тот пак. Да, и посмотрим, работает ли. Но мне кажется, нет, потому что кто-то кидал скриншот, у него была блеска, он два скрина кинул. И там, насколько, по-моему, не было блески. Так, что у нас тут-то? Так, X3 опыта у нас, шикарно. Так, забираем со Street Fighter, да? Вот, забираем, так, и посмотрим. А, ну, наверное, сейчас писаться. Во-первых, видите, не пишется. Я не знаю, будет ли писаться. Писаться, писаться. По крайней мере, здесь, видите, нету. Может, когда я буду нажимать кнопку, или здесь как-то появится наверху значок. Мне кажется, нет. Мне кажется, только с призывалки будет. Да, мне надо было раньше забрать, мне мог. Ладно, свитки я постараюсь копить, и завтра будем открывать. Может, мне первочка какой-то выпадет на стриме. Да, тут свитка, вы же понимаете, новичковый аккаунт, свитка. А, я не забрал, вот я тупой. Извините, я тупой. Смотрим еще раз. Простите, тупой. Видите, все равно нигде нет значка. Я же говорю, может, он в процессе как-то резко появляется. И теоретически, если у меня засверкает, то у меня вылезет либо две четверки, либо две пятерки. Не работало, да? Ну, вот, видите, поэтому скорее сюда не работает. Наверняка задания тут скопились. Отлично. Опачки. Так, тридцаточка. Пельменчика дадут скоро. Да, это таки шикарно. Так. Надо еще потратить крылья. Посливаться всем подряд. Так, это мы сливались или не сливались, я не помню. Угу. Вот. Канал чата 9879. Да, кому не сложно, добавьте. Так, тебя сейчас кину тоже. А я же тебе, по-моему, добавлял, не добавлял, не помню. Так. Кинул тебе заявку. Да, так что заходите на стримы. Этот аккаунт будет минимум неделю развиваться. Вы будете видеть, что я делаю на аккаунте. И будете для себя понимать, правильно вы делаете или нет. У вас есть шанс прямо сейчас начать играть заново, рассетнуть, допустим, свой аккаунт, либо какой-то новый купить себе и рассетнуть его. Там или создайте себе новый аккаунт на Европе, на Глобале, где угодно. Вы можете рассетнуть аккаунт и начать играть заново. К примеру, вы играете на Глобале и вам не нравится ваше развитие. Вы можете перейти на Европу, начать заново и вот смотреть на стриме, что делаю я и повторять. И уверяю, будет все успешно для вас. Так что стримлю каждый день. Можете стать спонсором канала и пересматривать стримы в записи, так как запись стрима доступна только для спонсоров, как и, соответственно, гайды. Вот, если у некоторых стримов нет записи, значит YouTube закрыл это видео, точнее запись стрима, потому что там было много музыки с авторскими правами. Так как люди заказывают музыку, мы ее слушаем и YouTube иногда такие видео удаляет. Не видео, а стримы, так как стримы у меня по 4-5 часов, соответственно, музыки много. И YouTube как бы на это реагирует плохо, он не банит ничего, он просто выключает звук. А без звука оставлять запись стрима, ну это такое себе. Будете смотреть, да, на мимику обращать внимание, будете читать по губам, наверное, это не круто будет. Так что вы поняли, если каких-то записей стрима нет, значит их нет ни для кого. Вот вообще ни для кого. То есть я их не дал кому-то отдельно или по ссылке раздаю, значит этот стрим без звука вообще. Иногда бывает такое, что стрим можно оставить в записи, он день-два проходит и после этого YouTube кидает на это видео-страйк. Сам YouTube, потому что куча там музыки и он выключает звук. Я не знаю, почему YouTube просто не берет и не монетизирует это все. Зачем они это удаляют? Фихи узнают. YouTube уж наоборот это в плюс. Он только что с этого зарабатывает. Он не дает мне с этого якобы получить целых полдоллара за этот стрим там за рекламу. Так себе его забери, так звук оставь. Почему бы и нет? Да, вот такие вот дела. Так что ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях, что думаете. Если вы начали развивать аккаунт, пишите на какой стадии развития вы находитесь. Ожидайте следующих гайдов для спонсоров. Подписывайтесь на мой канал, так как спонсоры продвигают мой канал и соответственно дают мотивацию мне делать гайды все больше и больше. Следующий гайд будет на одного из боссов лабиринта, скорее всего. Последующий гайд будет скорее всего на медведей в дыре измерений. То есть чем фармить медведя там на четвертом, пятом этаже, куда они зайдут и так далее. Но еще будет гайдов точно штук 15. А пока я сниму все эти 15 гайдов, на это уйдет около месяца. Кумтусы за этот месяц еще что-то вывалят. Еще какой-то контент обновят. Либо что-то там переделают. Может что-то прям грандиозно новое. И еще будут гайды. Короче старые гайды обновляются, новые пилятся. Вот подписывайтесь на канал. Приходите на стримы. Каждый день стримлю. В дальнейшем я сейчас стримы запускаю каждый день. Все раньше и раньше и раньше. То есть скоро я буду стримы запускать не в 9, как раньше, а уже в 8. Да, то есть я перехожу, скажем так, на зимнее время. В 8 буду запускать и приблизительно до часу ночи стримить. И ровно в час вырубать, а не как вот сегодня мы задержались. Ага. А после этого ночной фарм делаю. Если кому-то нужен ночной фарм, у меня есть одно место на Европе. Есть одно место на фарм Гидры 27 секунд. То есть смотришь это видео, приходи, заходи. Если ты спонсор моего канала, либо станешь спонсором канала, заходи на стримы. Не пропускай розыгрыши. У нас розыгрыши для спонсоров каждый день. Все, жду тебя на стриме. Приходи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова